Утиная перепись состоялась. Среднезимний учет водоплавающих птиц – акция, которая проводится в Европе и России в 3 воскресенье января ежегодно. В этом году участие в ней приняли 30 городов, в том числе с Урала и Сибири. Ивановские орнитологи считали птиц на оводе, начали с Зубковского моста и продолжили по ходу роста реки до комвольного комбината. Мы следуем на протяжении всей реки Овадь и у нас получается где-то 5-6 точек, где в зимнее время река не замерзает. И именно там скапливается наибольшее количество уток. Но самое большое – это, конечно, у нас мост на площади Пушкина. Это у нас получается третья по счету точка, вторая или третья, в зависимости от зимы. И здесь самое массовое количество кряк в данном случае. И они здесь наиболее дружелюбные. Ивановским кряквам в центре города живется комфортно и хорошо. Никуда с насиженных мест, даже в более теплые регионы они улетать не собираются. Зимой живут в плыньях, питаются микроорганизмами и лакомятся хлебом. Горожане регулярно подкармливают птиц, и кажется, этого должно хватить. На деле нужно гораздо больше. Суточная норма одной кряквы в хлебном эквиваленте составляет примерно 150 граммов. Для того, чтобы накормить всех уток, которые живут на уводе, а их по подсчетам прошлого года примерно 1600, нужно около 500 батонов или 300 буханок. И это только на один день. Кажется, что пересчитать птиц невозможно. Для профессионалов задача довольно проста. Считают сначала на месте, результат записывают. Кряк фиксируют на фотоаппарат, чтобы потом перепроверить, сводя погрешность к минимуму. Подсчет происходит иногда по головам. Если очень крупные скоплини, например, как у уток зимующих, когда их кормят, они сбиваются в плотные комки, плотные стаи, соответственно, приходится смотреть, считать более крупными единицами, например, десятками, считаем уток. То есть ошибка получается очень небольшая для общего количества подсчитанных птиц. То есть порядка там, может быть, 10-20. А гораздо результативнее и гораздо быстрее происходит учет. Динамику численности учитывают, чтобы понять, как взаимодействует человек с окружающей средой, как влияет на нее. И, конечно, из соображений эпидемиологии. Посмотреть, не болеют ли птицы. Жизнь серой кряквы не так легка и беззаботна, как кажется. И повлиять на численность может множество факторов. Вороны сейчас все более антропизируются, то есть перемещаются в города и населенные пункты. И все больше ведут себя кокещники. То есть они охотятся не только на уток, но и на голубей. И это довольно часто происходит сейчас. Ведут себя кокещники, загоняют, пикируют сверху и убивают клювом ударами. Клювы и едят их. По подсчетам этого года, уток на оводе оказалось около 1200. Меньше, чем в прошлом году, но изменения в пределах нормы. Полынья под одним из мостов промерзла, и кряквам пришлось поменять место жительства. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.